Счастливое пространство Ну, скажем так, я над этим очень долго рассуждала и поняла, что недостаточно создавать для людей только красивые интерьеры. Нужно учить людей тому, чтобы они счастливо жили в этих интерьерах, потому что если человек не умеет разбираться с самим собой, то, как правило, интерьер красивый, новый, потом со временем становится забарахленным, заставленным и превращается в абсолютно не новый и не актуальный. То есть принцип в том, что вы не только сделали интерьер, но еще поселились рядом и так что-то не так сделали, поставили на место. У вас должно быть все счастливо. Ну, не совсем так. Можно разместить рядом с человеком ноутбук, где он может зайти на канал YouTube наш и там посмотреть видеоролики, которые будут ему помогать жить счастливо и красиво, гармонично в новом пространстве. Какие же составляющие счастливого пространства? Что нужно сделать, чтобы жить счастливо? Смотрите, есть три составляющие. Первая составляющая – это прошлое. Прошлое, очень многие люди зависают в этом прошлом и поэтому происходит такой феномен, как накопительство, барахольчество. С прошлым нужно уметь расставаться каждому человеку. И с пылью, которое оно собирает. Да, конечно. Особенно это актуально сейчас перед Новым годом по итальянской традиции – выбрасывать все, что старое. Абсолютно верно. Поэтому с прошлым нужно расставаться и оставлять его в прошлом, не возвращаясь ко всему тому, что там остается. Настоящее – это вторая составляющая счастливого пространства. Настоящее – это когда я здесь и сейчас. Вот сейчас мы с вами здесь на передаче, и это наше настоящее. Настоящее нужно уметь ценить. Ценить и наслаждаться каждой секундой и мгновением вот этого вот мига. Сделать фотографию для того, чтобы оно перенеслось потом в прошлое, чтобы собирать пыль. Правильно. Лучше собирайте пыль в интернете фотографиями, чем... Пусть Инстаграм себе там пылит. Да-да-да. Вот. И третья составляющая счастливого пространства – это будущее. Будущего еще никто не знает. Будущее для нас... Но планировать можно. Да. Но планировать нужно обязательно, потому что планы, они помогают нам дальше жить. Когда мы ставим цели, мы простираемся вперед дальше и дальше и дальше. По поводу интерьера. Как можно вписать вот это будущее в интерьер? Какие, может, элементы это можно вписать? Может, стенд желаний какой-то сделать? Что это может быть? Смотрите. Ну, первое вообще, то есть, вот по поводу интерьера, мы можем с вами планировать интерьер, да? Например, обратившись к дизайнеру интерьера, мы можем разработать будущий ваш интерьер. У вас будет 3D-визуализация, да? По которой вы потом можете обставлять свой интерьер. Собственно говоря, вот 3D-визуализация, это как бы и является таким элементом желаний, да, которые мы собираемся перевести в статус целей, вот, которые мы будем достигать. То есть, мечты о красивом пространстве, это уже будущее, это уже счастье. Да, да, да. То есть, мы отсюда можем черпать какую-то положительную, добрую энергию для того, чтобы дальше жить. Они нас вдохновляют, они нам дают крылья, и мы, в общем, дальше летим, когда смотрим на эти визуализации. Вот распространенная такая ситуация, это стенды желаний, да, их называют там картами, альбомы создают, в общем, по-разному. У кого, насколько фантазии хватает и умений руки, и вообще материалов. Да, 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 вот. И, ну, такой стенд желаний тоже можно завести у себя дома. Почему? Потому что этот стенд будет тоже мотивировать. Он будет помогать вам ценить настоящее время и простираться вперед в будущее. То есть, вот в таком плане. А вот для людей, у которых есть уже какой-то свой интерьер, что-то новое делать, кардинальное они делать не будут, можно с помощью каких-то деталек создать вокруг себя действительно счастливое пространство? Можно. Допустим, у вас есть интерьер. Ну, допустим, вы даже не занимаетесь захламлением, но... Либо взяли так и в одно воскресенье все выбрасывали, все, у меня все чисто. Да, 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 да. Есть такие места, где обычно человек все равно что-то хранит. Допустим, там шкафчик, стола, где там скрепочка, бумажечка, копеечка, все это, все это. Ануалерный столик каждой женщины, где косметика хранится. А вдруг пригодится на будущее, да, вдруг там черный день наступит когда-нибудь. Черный день не наступит никогда. Вот это такой вот секрет. Самое главное думать о нем и все время откладывать все это. Да, да, да. Поэтому нужно прямо сейчас взять и все свои вот эти вот потайные места просто почистить. Убрать все лишнее, убрать все барахло. Но есть такой принцип, что оно постоянно пополняется. Как бы ты это ни сделал? Буквально две недели. Для того, чтобы, да, это не пополнялось, нужно себя немножко дисциплинировать. Нужно понимать, что для каждой вещи есть свое место. Определить и четко обозначить. Здесь я буду ложить только скрепочки, здесь я буду ложить только бумажечки. Положил бумажечку к скрепочкам, по рукам дал, куда ты, что ты делаешь? Или, допустим, вот знаете, у многих людей, я не могу разделить там мужчин или парней, потому что это бывает и у женщин, и... Ой, мужчин или парней. Мужчин или женщин, да? То есть, есть такая привычка, зашел, разделся, бросил вещь. Куда угодно. В коридоре, в зале, в спальне. Ну, это мужчины, парни, они так не делают. Парни нет. Вот. Или там носочки тоже очень любят мужчины разбрасывать, там, под кровать, под кресло. Ох уж эти мужчины! Тоже на будущее. Да, одна женщина очень мудрая, вот у нее муж так разбрасывал носки, и что она сделала? Она сначала кричала, кричала, не вот, а хватит, хватит, хватит. Потом она так осела и подумала, что я трачу свои нервы на это все. Она взяла, поставила коробочку с подобувью, такую старенькую, под кровать и сказала, любимый, вот это тебе место для твоих грязных носков. И все, и он туда софутболивал или закидывал, как в этом, в баскетболе эти носки. Появился интерес. Да, интерес. А у нее появилось место, откуда она просто брала эти носочки, высыпала в стиралочку и стирала. То есть решила... Опять-таки умная организация, счастливая пространство, никто уже ничем не напрягается. С прошлыми деталями разобрались, а с настоящими? С настоящими. Настоящие, ну вот, как я уже сказала, просто для них нужно определить свое место. Если настоящие, там, допустим, детали мы будем ложить только на свое место и только компактно будем размещать, есть такой принцип кон-мари. Может быть, кто-то читал книгу... Ой, как же она называется? Магия... Магическая уборка. Магическая уборка. Мы сейчас синхронно махнули головой с интересом, что же это такое. Никто бы не отказался от магической уборки. Ее разработала японка Мария Кондо. И там у нее есть целая система, как правильно хранить вещи. Она экспериментировала долго, она консультант по хранению вещей. Вот, да. Даже такая профессия есть, ребята, мы сегодня просвещаемся. И она там рассказывает в своей книге, как правильно организовать вот это пространство, чтобы оно тебя не напрягало. Потому что есть правила эргономики, которая помогает человеку удобно размещаться или вещи размещать относительно человека, удобно, чтобы ни вещи не мешали человеку, ни человек свой любимый мизинчик в эту тумбочку не бил. Но есть еще и такой вот закон, который вывела Кон Мари, и по нему тоже очень удобно размещать вещи в пространстве, и они не будут мешать. Очень все на самом деле просто. Но по поводу вот организации всего пространства понятно. А как все-таки по поводу оформления? Будет ли вот это новогоднее, предновогоднее оформление тоже захламлением? Ну, с одной стороны, да. Вот, почему? Допустим, это лично мое мнение, я не претендую на всемирность. Вот, допустим, елки, да, когда мы ставим. Одно дело, если это живая елка, она растет у вас, она благоухает, она там кислород обогащает, там всякое такое. А другое дело, когда мы уже срубленную елку поставили. Она, в принципе, ничего такого не делает, она только пыли добавляет, со ствола сыпется, с веток сыпется, иголочки обпадают. То есть, это дополнительные какие-то, скажем так, моменты до мусора в вашем доме, поэтому, ну, я в этом лично не вижу никакого смысла. Да, если хочется елку, можно купить искусственную елку, поставить ее, и она как бы будет... Самый пылесборник. Да. Ну, как бы пылесборник, но как бы она хотя бы не разбрасывает эту пыль и грязь, да, по пространству. Потому что все равно вот эти невидимые частички пыли, они летают, и нам их слушают. И потом, когда убираешь, понимаешь, сколько же их там летает. Да, да, какая-нибудь там закатилась. Так что, вот по пространству теперь понятно. Организовывайте все правильно, положите все на свои места, и все будет очень хорошо у вас. Счастливо просто. А вот у меня еще один небольшой вопрос. Все очень любят, мы говорили о фотографии, о том, что это хлам, но для некоторых людей воспоминания – это то, что приносит счастье. Как их распределить так, какое, может быть, должно быть количество или размеры небольшие или большие, чтобы это не было хламом, действительно приносило позитивные эмоции? Ну, во-первых, можно фотографии рассортировать. Есть фотографии любимые, есть фотографии не очень, скажем так. Есть фотографии ваши, есть фотографии вашего дедушки или там бабушки или прабабушки. Это первое, что нужно сделать. Второе – вам нужно выделить ваши любимые, те фотографии, которые у вас вызывают положительные эмоции. Вы на них смотрите, и вам… И хотя бы какие-то воспоминания, потому что иногда не понимаешь, где же это ты сфотографировался, когда это было, когда это обстоятельства. Вот, вы выбираете эти самые лучшие, самые дорогие вашему сердцу фотографии, и их оформляете, допустим, там в рамочке на стеночку, да, красиво развешиваете. Остальные фотографии отсортируйте, потому что действительно есть такие фотографии, которые не несут в себе никакой информации. Что это, где это, почему здесь нога торчит там из-за стола. Ну, непонятно. Тот человек, который меня некрасиво сфотографирует. Да, 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 да. Вот, поэтому нужно такие фотографии, от них избавиться, потому что они занимают место, это во-первых, а во-вторых, они не несут в себе никакой для вас полезной информации. От всего этого избавляйтесь. Вот, а то, что несет информацию, допустим, там фотографии вашего рода, там, то можно отсортировать, оформить себе красивый альбом, да, и туда все это пособирать. Это будет действительно реликвия, которая будет передаваться из поколения в поколение и каким-то образом обогащать информационно. По поводу варианта вот размещения даже этих фотографий, что лучше все-таки? Этот альбом, который время от времени ты о нем вспоминаешь и там смотришь, либо на стену, когда оно будет мозолить глаз каждый день, и, возможно, оно проестся просто. Как здесь? Ну, вот, смотрите, вот я же опять говорю, те фотографии, которые у вас вызывают эмоции положительные, от которых вы просто кайфуете, когда на них смотрите, вот они должны быть у вас перед глазами. Допустим, то же самое, как с доской желаний, да, мы на нее смотрим, она у нас уже вызывает внутри положительные эмоции, и они нам помогают двигаться вперед, помогают развиваться. Сфотографировался на фоне какой-то дорогой машины, смотришь и развиваешься, и идешь к цели. Абсолютно верно. И соединил и прошлое, и сегодняшнее, и завтрашнее уже, все в куче. Да, да, да. Или, допустим, фотографии, которые рассказывают о вашем статусе, да, там, это не только фотографии с машинами, фотографии со знаменитостями, фотографии, там, еще о чем-то. То есть, какое вы впечатление хотите воспроизвести на приходящих в ваш дом людей вашими фотографиями, потому что они рассказывают о вас. Либо вы семьянин, и у вас будут семейные фотографии, фотографии вашего малыша, как он рос, там, и прочее, прочее. То есть, тут нужно, как вы себя позиционируете перед окружением. Ваш дом – это тоже элемент вашего позиционирования. И нужно расставить приоритеты, скажем так, что, на что будет акцент. Конечно, конечно. Ну что, я надеюсь, что наши телезрители сделают для себя счастливое пространство, тем более, что в период нас праздники нужно себя осчастливить. Знаете, хоть в соцсетях там и смеются, все плохо, украсили гирляндами. Все плохо, но не так уже. Уже хоть в гирляндах. Поэтому осчастливайте себя, потому что, кроме вас, это никто не сделает за вас. Нагадаем еще раз, что сегодня спілкувалися стосовно счастливого просора вашему будинку и с дизайнером интерьера Натальей Кондрахиной.